Участники проекта «Холст и масло» уже рисовали сотрудников ГИБДД, МЧС и даже летчиков. А вот новая задача. Перед мастерами кисти и карандаша. Чекист из прошлого века. Приоткрыть завесу тайны согласились органы госбезопасности. Естественно, ради искусства. Сегодня у нас первый день работы, их будет несколько, когда мы будем предлагать художникам определенные сцены реконструкции. Многие из них будут касаться уже известной истории, которую мы рассказали в документальном фильме «Позывной ястреб», которая будет касаться первой радиоигры, которая велась на территории Ивановской области в 1942 году. Перед художниками реконструкции кабинета сотрудников органов госбезопасности 40-х годов. Основная часть предметов привезена из местного музея управления ФСБ. Эта зеленая лампа, например, пережила Великую Отечественную войну. Форма сотрудника НКВД выполнена в наши дни. Сшита при помощи специалистов в студии военной реконструкции. Возможность работать с таким материалом для художников – настоящий новогодний подарок. Это в первую очередь, конечно, строгость. Это кабинет, такое ощущение начальственности какое-то, что ли. Если, например, в теме спасателей, в теме пожарных мы рисовали спасателей, здесь была тема героизма. То есть здесь вот именно такое, с одной стороны, уютное освещение, с другой стороны, так как это кабинет, то что-то такая рабочая атмосфера, что-то такое. Стол из сидящего за ним человека Сергей Сдухов написал буквально за 15 минут. Говорит, что это всего лишь небольшой этюд, который потом может пригодиться в работе. Ну, когда бегают очень много людей, очень много света, свет, который постоянно меняется, тут и кинокамеры, и фото вспышки, то, конечно, есть определенные сложности. Поэтому приходится композицию все держать в голове, то есть как бы изначально, и уже к ней просто приспосабливаться. А так, конечно, это не работает, когда десяток людей бегает, вокруг светится. Чтобы оценить и запомнить предложенную композицию, у художников всего несколько часов. Настоящая кропотливая работа начнется уже потом, в мастерских. По окончанию проекта запланирована выставка. Лучшая часть работ будет отправлена на премию ФСБ России. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.